На улице выпал снег. Столбики термометров опустились за отметку ниже нуля. Мороз сковал вчерашние лужи, сделав их в некотором смысле опасностью для людей. Зимний травматизм – явление нередкое, особенно массовое, когда на улице постоянные перепады температур. Скачки могут быть небольшими, всего в несколько градусов. Однако это заметно сказывается на качестве дорожного полотна и тротуаров. Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Персонаж знаменитого Юрия Никулина пережил ситуацию с переломом намного проще, чем Игорь Леонидович. В больнице мужчина оказался в самый первый день гололеда. Вышел погулять с собакой, домой уже не вернулся. Оказался на больничной койке. Взял собаку, пошел гулять. Погулял, пешеходные переходы, там наклончик такой. Ну знаете, и вот пешеходный. Встал, наверное, как бордючий. Там не посыпано ничего не было. Ну и пятка пошла назад. Падал на спину, сгруппировался, упал на бедро. Встать больше не смог. И таких пациентов за последние несколько дней в больнице скорой медицинской помощи было немало. Около 170 человек решили не откладывать с походом к доктору. Как итог, более 80 процентов от общего количества обратившихся ограничились амбулаторной помощью. Более сложным пациентам оказано лечение стационарно. В зависимости от периода обратилось за медицинской помощью 173 человека. Пик обращаемости был в четверг. Количество обратившихся составило 71. Сейчас их количество постепенно идет на нет в связи со снижением гололеда. За последние сутки с гололеда по поводу гололедной травмы обратилось за медицинской помощью всего 17 человек. Если вы упали и ушибленное место не дает покоя, значит не стоит откладывать с походом к врачу. На первый взгляд, обычная травма может нести совершенно разные последствия. Причем это касается не только пожилых граждан, но и людей трудоспособного возраста. Пожилые люди, они, как правило, более осторожные, они умудренны опытом и знают, что гололед широко шагать и бегать за убегающим транспортом не надо, поэтому они меньше попадают. Чаще попадают люди, ведущие активный образ жизни, которые торопятся по жизни и торопливо получают травмы. На ближайшие дни синоптики передают довольно неоднозначную погоду. Именно поэтому врачи рекомендуют брещанам быть бдительными и осторожными, а в случае необходимости не затягивать с медицинской помощью.